Сегодня поговорим о выборе и настройке схем электропитания с целью повысить производительность компьютера. Прежде всего нам необходимо понимать для чего мы выбираем схему электропитания. Будем ли мы работать на ноутбуке от батареи, либо же на ноутбуке или компьютере от сети. Это очень важно при выборе дальнейшем. К примеру, если вы собираетесь пользоваться ноутбуком не от сети, а от батареи, в таком случае лучше выбирать сбалансированный режим питания, либо же экономия энергии. Ресурсы компьютера будут значительно ниже потребляться, то есть производительность компьютера будет снижена, но будет продлеваться жизнь батареи. В случае, если вам нужно повысить производительность компьютера, то мы будем выбирать высокая производительность. Выбрав схему высокая производительность, мы можем посмотреть настройки данной схемы и подредактировать их, если нас что-то не устроит. Нажимаем кнопку изменить дополнительные параметры питания. И здесь мы можем наблюдать все параметры, относящиеся к данной схеме электропитания. В нашем случае это высокая производительность. Сразу же хочется заметить, что данные пункты будут отличаться на обычном компьютере и ноутбуке, так как для настройки ноутбука параметров значительно больше. При настройке схемы электропитания на ноутбуке все намного проще. Для этого нам нужно выбрать просто значок батареи, нажать на ней левой кнопкой мыши и выбрать дополнительные параметры электропитания. И мы попадаем в выбор схемы электропитания. Здесь также выбрана у меня высокая производительность, так как я работаю на ноутбуке от сети. В случае, если вы работаете от батареи, я напомню, вы можете выбрать другую схему электропитания, либо же создать ее самостоятельно. Давайте посмотрим, какие пункты имеются в настройке электропитания на ноутбуке. Изменить дополнительные параметры питания. И мы попадаем в дополнительные параметры. Что же здесь нового появилось на ноутбуке, в отличие от настройки схемы электропитания компьютера? Во-первых, это пункт высокая производительность. Здесь мы можем выставить требования пароля при пробуждении после сна. Можем выставить да, а можем выбрать и нет. Далее, что здесь еще нового? Это параметр Intel Graphics Settings. Такой параметр характерен для процессоров со встроенным видеочипом. И здесь производится настройка максимум экономии или максимум производительности. У меня выбрано все по максимуму. И от сети, и от батареи. Кнопки питания и крышка. Тоже характерно только для ноутбука. Здесь выставляются действия при закрытии крышки, действия кнопок питания и действия кнопки спящего режима. Батарея. Здесь выставляются все параметры в зависимости от того, насколько вы хотите держать всю батарею максимально. Или же минимально. Вот такие вот параметры. Это что касается отличий обычного компьютера станционарного от параметров схем электропитания ноутбука. А теперь рассмотрим общие параметры. Итак, давайте вернемся к станционарному компьютеру. И здесь перечислены общие параметры, которые есть и на ноутбуке, и на станционарном ПК. Давайте разберемся по очереди. И вкратце. Жесткий диск. Что из себя представляет данный пункт? Он нам позволяет задать время отключения жесткого диска после какого-то времени бездействия. Время мы выставляем вручную. В принципе, чем меньше мы выставим времени, тем лучше. И жесткий диск будем беречь, и экономить энергию. Но на производительность особо это не повлияет. Интернет-эксплорер. Данный пункт позволяет выставить значение производительности при использовании обновления Яваскрипта. В принципе, здесь тоже надо выставлять максимальную производительность для того, чтобы получить ее. Вообще, этот пункт характерен только для тех, кто часто пользуется в принципе, браузером интернет-эксплорер. Следующий пункт. Параметры фона рабочего стола. Данный пункт позволяет выставить значение смены автоматического изображения на рабочем столе. В принципе, можно ее отключить. Данный пункт нам не важен. Параметры адаптера беспроводной сети. Если в вашем компьютере или ноутбуке установлен модуль Wi-Fi, то здесь нужно произвести настройку. В принципе, все подобные пункты нужно выставлять на максимальную производительность. Сон. Данный пункт позволяет выставить вариацию перехода компьютеров в сон. Насчет гибридного спящего режима. Гибридный спящий режим это более продвинутая технология, в отличие от просто спящего режима, который отключает, в принципе, все функции и позволяет для ноутбуков держать батарею дольше. В принципе, на станционарном ПК эта функция как бы и не нужна. Что касается гибернации, то же самое. Таймер пробуждения. Данный пункт также не так уж и важен. Он ставится в том случае, если вам это необходимо. То есть, пробуждать компьютер специально по какой-либо причине. Параметры USB. Временно отключать USB порт. Это необходимо для экономии энергии. И, в принципе, можно это запретить. Кнопки питания и крышка. Этот пункт в основном характерен для ноутбука, потому что там это наиболее важно. Крышка закрывается, открывается. Здесь же на станционарном ПК только важна кнопка питания. PCI Express. Что это за пункт? Этот пункт управляет питанием дополнительных устройств. Таких как видеокарта, звуковая карта и прочие устройства, которые вставляются в PCI Express. Подключаются, точнее. Энергосбережение данных устройств нам не нужно, поэтому оставляем отключенным. Управление питанием процессора. Это немаловажный пункт, в котором выставляются значения для производительности компьютера, его экономии или более высокой производительности. В случае, если вы хотите получить наиболее высокие показатели, то лучше выставлять минимальное значение процессора на 100%. Если же вы пользуетесь ноутбуком от батареи, то лучше снизить данный показатель, так как вы будете сажать батарею быстрее. У нас нет необходимости экономить энергию, поэтому вставляем 100%. Политика охлаждения системы. Естественно, активный. Процессор должен охлаждаться. Максимальное состояние процессора также 100%. От батареи можно снизить. Экран. Отключать экран через. Также необходимо для экономии энергии. При бездействии мы можем выставить любое количество времени, к примеру 5 минут. После 5 минут бездействия экран отключится. Параметры мультимедия. Здесь также выставляются все параметры, отвечающие за воспроизведение различных мультимедийных файлов, видео, музыки и прочее. У меня выставлено все для производительности. В принципе, здесь есть один такой закон, при установке любого из пунктов это выставляет максимальную производительность для получения максимальной оптимизации энергопотребления компьютера. В принципе, мы просмотрели все пункты, которые помогут настроить ваш ПК, точнее его схему электропитания, для максимальной производительности вашего компьютера. ну и для примера, давайте посмотрим, какие здесь еще есть схемы электропитания. К примеру, давайте экономия энергии посмотрим. Чем отличаются параметры? Давайте, к примеру, посмотрим управление питанием процессором. пункт. Как видите, здесь уже другие параметры, которые помогут беречь энергию, а также продлевать жизнь батареи и ноутбука, но в то же время снижающие потенциал вашего компьютера. В принципе, обязательно нужно заглядывать в параметры электропитания, если вы купили новый ноутбук, либо же переустанавливали в Windows и так далее, так как эти параметры напрямую влияют на производительность. Вот такой небольшой информационный. Также существуют дополнительные программные обеспечения, в основном предустановленные на ноутбуке, выпущенные производителем данного компьютера, которые следит и настраивает схему электропитания автоматически для сохранения батареи, либо же для максимальной производительности. Это программа Power4Gear гибрид, и вторая программа Power4Gear Extreme. Есть еще множество других программ, все зависит от производителя вашего ноутбука. эминусу,